ребят всем привет столкнулся с не знаю проблема не проблемой скорее недопониманием большинства зрителей машина которая выбирается в среднем часа три наверно осматривается нужно впихнуть в ролик там 15 18 пусть 20 минутный и многое приходится вырезать я даже сам каша в голове порой иногда путается вот на каком-то крайнем ролике одним одном из крайних я сказал что sx4 это полный привод мы рассматривали полный привод но выбрали передний привод поэтому вот как-то так плохо получилось сегодня будет несколько другой формат сегодня я покажу выбор автомобиля ну наверное растянем это на три ролика и придется очень много порезать почекать помонтажировать для того чтобы не было затяжных соплей очень таких пикантных моментов когда осматриваем некую там трещинку или же некий потек масла с разных ракурсов когда и так понятно что он там течет обычное выяснение того насколько оно течет приводит к таким длительным видео меня на канале есть видео которое там по два с половиной часа там полилась куча критики в том что вот что ты так растягиваешь что ты так размазываешь все плохо вай-вай-вай все все очень ужасно начал делать короткие стали люди больше смотреть но начали рассказывать о том что я очень плохо отношусь к выбору автомобилей так вот теперь попробуем формат где я максимально попробую осветить но не за один ролик а там за например три-четыре наверное не так наверно поделим их по осмотру каждого автомобиля и хочу заметить что далеко не каждый автомобиль заезжает на детальный осмотр на подъемник мы на некоторых машинах даже не начинаем читать электрические блоки то есть если видим что этому автомобилю полная несоответствие технических каких-то параметров и стандартов тогда да тогда мы останавливаем выбор автомобиля потому как ну бессмысленно дальше выбирать если изначально мы понимаем что там большая неправда со стороны продавцов и несоответствие того что говорят люди это как она на этом на самом деле есть итак имеем заявку lexus gx 470 lexus это вообще сама по себе автомобиля машина автомобиль транспортное средство которое изначально ну при признано верно пониманию того что это все-таки некий лакшери некое качество некая роскошь человек который покупает lexus неважно за сколько денег он покупает lexus он покупает роскошь потому что у человека в голове уже есть картинка и он хочет чтобы он был такой как в рекламе чтобы она все блестела чтобы она все сияла чтобы была отделка классная хорошая чтобы все работало потому что это lexus потому что это статус это не тот формат и жигули литаврии что уже хорошо что но запустился двигатель от машина завела все надо брать и если ноги не падают на асфальт то все это классная машина lexus это не то сегодня у нас lexus сегодня lexus gx 470 и нужно определить действительно ли машина 2007 года может иметь пробег сто семьдесят тысяч ну и в общем то вот этот красавец ничего могу сказать от себя вот первый косяк который я вижу вот это затертость стекла которая есть она совершенно не присуща машине которой который 170 тысяч например часто на своем покажу вот машине грубо говоря практически 300 тысяч и затертостей от щеток у нее нету хотя обращаю внимание на то что щетка здесь уже практически рассыпалась ладно идем дальше так по петлям петли просажа не то что она там не в зазорах это я видел до переда еще не зашел как он заезжал просто перетянуть ну ладно давай начнем отсюда вас смотреть и дверь пассажирского одерни капот ну лобовой это такое лобовой я лично отношу к размеру расходников до шпаклевки здесь до не достаю до одной рукой неудобно пар у него разные значит вот эта фара характерный такой желтый отлив здесь он более прозрачный так но это крыло отнималось несмотря на то что у него лейба висит еще нормальная китайская стекло стоит 10 года вытужили на 0 и 20 под этими накладками окей сейчас мы здесь пойдем и там видно что нажал это капот родной лейбы я не вижу по крылу вот здесь вот лейба с кузовом есть с номером кузова здесь все детали должны быть про нумерованы вот здесь вот как мы видим лейбы нету сейчас даю в кармане конечно где же на чему же что нет та шапка лежит еще здесь вот эта шапка здесь ноября месяца лежит кто-то потерял так упоры упоры живые не то что она красилась я вижу но красилась она по наружу потому что ухты как нарядно она и ну еще раз покажи я не верю что камера зацепила может быть и вот пистоны на вот этой арке все а и мужем чего смотри посломанный подкрылок запросто можно залезть на дископом сейчас мы еще залезем в серединку посмотрим ну то что это не целый автомобиль как заявлено это реально факт и сейчас позвоню хозяину автомобиля и я не хозяину а заказчику и о моем тут под да вот этим пластиком реально уже все ржавое вот ржавчина уже вылазит вот здесь вот здесь внизу хочу у нас по низу дверей внизу дверей внизу дверей это дверь же разбиралась не раз ничего отличное крашеное сидение до крашеные по приборке сильно она уж потресканная какая-то не ну о 170 тысячах здесь речи не в принципе абсолютно не идет затертая дверь ручка водительская которая дверь хапает педальки сейчас опущу камеру ну педаль стертая а ну конечно не до металла но хорошо стертая внимание я уже видел ну да тут тоже как бы ржавчина и ржавчина она отдых крашеная вот здесь все элементы которые от каразины они тоже поддавались обработки и тоже красились так хорошо тут по проему нету где лейба двери лейба двери понятия не имею посмотри в объявит я скидывал в общий вайбер лейба родной нету так здесь лейба есть здесь лейба есть пакет и вот это стекло тоже меня на и она даже по цвету отличаются тонировки но и по логотипу значит возникли сомнения по поводу нормальной целостности кузова сейчас покажу почему не уверен что будет видно на камере он герметик он не заводской уже весь растрескался вот так обычно бывает когда чего-то тут варивают хочу у нас с этой стороны а сейчас фонарик клещу с этой стороны тоже герметик растресканный и герметик тут не заводской сейчас камеру подниму герметик тоже растресканный герметик здесь не заводской так вышел у нас мокрая только с мойкину клепка клепка есть она такая как должна быть здесь вопроса у меня не возникает подушка 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 есть контрольки тоже точки дальше раз на три да с этой стороны все хорошо ну как все хорошо относительно хорошо теперь идем вот тут вот момент арка неровно стоит ночью на неровно стоит это по разной причины может быть может быть пистоны сломаны так как с передней левой двери может еще что-то здесь склепочки уже нехорошо проглядываются но не типа есть здесь вот смотрите нашу видно что вы могут все приводит споттером прогревали хорошо что у нас по уплотнителю до уплотнитель заваленный плюс видно что стекло меняли не салоне разбирался салон разбирался машине уже по сраку лет ладно меня ну что что lexus меня смутило то что очень легко снимается уплотнитель но очень и держится не хорошо так идем дальше предварительно по лейбом хорошо здесь есть здесь по моему нету куда здесь нету с дверями тут ой как удачно встали как раз в миллиметрах все до эту дверь менялись болты отнимались что у нас это вот тут более удачная клепка до сзади что-то там было если надо сейчас будем залазить и смотреть задняя дверь не отнималась . нет на дворе то ты что нет на дворничка колпачка так стекло меня на и уже репнувшая у я ували расшивали зачем рафтовали а не но с учетом того что тут столько шпаклевки на нем туда ладно звоню многие спросят почему не взять lexus в америке до lexus в америке взять можно можно в америке можно в канаде можно его взять где угодно но для того чтобы взять его недорого в любом случае получится он будет либо травмированный либо же он будет притопленный либо же я скажу так страховой сидят далеко не идиоты и остаточная стоимость автомобиля так или иначе они все это прекрасно понимают так вот за дешево взять автомобиль который слегка с поцарапанным бампером не бывает сладостей таких хотя нет не прав бывает но крайне редко и попасть обычному человеку на автомобиль который потом даже с аукциона перепродают по нескольку раз просто в элементе до конечного потребителя он не дойдет таким дешевым потом дальше второй момент я ничего не имею против качественного ремонта я об этом говорил уже много раз скажу еще раз но тот ремонт который делают для продажи автомобиля он не есть качественным там делают с максимальным уменьшением того чтобы потратить денег а всякие пистончики оригинальные запчасти на lexus это просто капец поэтому вот рассказать мне о том что машину с америки можно сделать задешево и даже если она бита и даже если у нее там не поврежден некий кузов это не всегда есть правда поэтому покупая машину с америки уже готовую под продажи не ждите того что она сделана качественно что еще и америки не то что то что он не крашеный это лапса на аукционарок вот но при таких установках я так понимаю я так понимаю нужно ну то есть если здесь были подкраски я ничего не имею против того что будет против качественного ремонта но здесь он даже здесь даже как он ничего не видно он реально расширался и нет так нет может быть мы меняем да но то что он не крашеный все хорошо тогда понял принял объемник мы его даже не заканчиваем спасибо так вот так все еще спасибо за уделенное время но дальше машина заявлена как без подкрасок идеальное состояние ну да то есть здесь он если посмотреть вот вот здесь моменты очень хорошо видно на игре света я попробую поймать потому что он такой слегка горбатый а с того тоже видно нормально в общем то да ладно трэш это еще не трэш трэш это немножко немного не туда нет выбираю лексус в европе потому что хороший лексус в европе стоит дорого учитывая их не слонячие объемы растаможка будет просто конская да и вообще лексусов в европе очень мало по сравнению с нами у нас здесь как-то более как я уже сказал дорого богато а в европе все таки более практично в сравнении с европой люксовых автомобилей в украине намного больше нежели в самой европе я не видел вот только переезжаешь границу такого количества с классов рейндж роверов заряженных да и даже не заряженных в принципе их в таком количестве нету нет такого большого количества инфинити нету лексусов нету там сегмента в таком массовом акцентирую внимание именно на массовости в массовости там нету ни кубиков ни ничего такого хотя мы страна бедная в общем очередной автомобиль тот который не битый тот который не крашеный ну ребят вот он факт на лицо машина заявлена 22 тысячи с половиной долларов заявлено как не бита заявлено как не крашеная а даже 24 600 она заявлена вот Андрей ко мне мы бы могли ее смотреть и дальше если бы не вот такой вот момент этот автомобиль был восстановлен после того как вернее документы на этот автомобиль были восстановлены после того как было втрачено свидетельство про регистрацию на секундочку в сентябре прошлого года и он отказываться показывать техпаспорт в смысле отказался ну я говорю покажи техпаспорт я посмотрю у меня не было вон на крыле отказался показать техпаспорт водитель этого автомобиля это не хозяин но по факту отказался почему-то показать техпаспорт на автомобиль ну в общем пока так продолжаем поиски дальше все